чтобы уменьшить шумовой эффект мы перебрались в более тихое место конечно не совсем оно такое мне нравится потому что это женский зал но тем не менее зато здесь тихо и спокойно и можем продолжить дальше задавать свои вопросы женский зал без женщин просто не совсем тебе нравится когда лучше заниматься утром или вечером это чисто индивидуально у нас есть кто жар в рынке есть и оксовы и уже исходя из этого у кого как организм биологически просыпается кто-то может рано вставать и начинать тренироваться ну как как понять то есть просто попробовать как вы что знаете себя когда вы более активно в какое время до обеда или после и тогда уже под этом можете поставить плюс если вы еще работать и у вас семья то вы уже подстраиваетесь ваши возможности многие люди ходят утром но и вечером даже не всегда получается допустим на жавородок но у него нет возможности на него слова наш разделять персональный спорт и любительский персоналы да конечно это получается зарабатываешь на этом ты уже постараюсь уже под свой заработок не то что под заработка ты уже живешь этим понимаешь это кормить когда ты любитель ты уже постараюсь под когда у тебя есть позвоночник тогда тоже приходишь зависимо от детей отнес садик и школы сам отработал при этом надо еще потренировать не то что надо еще потренироваться сколько отдыхать между подходами между тренировкой ну между подходами на упражнение по литературе там написано по 3-две минуты отдыха между подходами но еще надо сходить того уровень подготовки если вообще человек у тебя не тренировался то ему надо смотреть чтобы до 20 ударов в минуту доходило пульсация сердца перед тем как он приступит к следующему повтору потому что очень знаешь мои практики очень много будешь хоть как новички и не даже начинает тренироваться все интенсивно интенсивно и потом так человек который не знает это начинает из тренер сам еще слабость недавно начать начинает быстрее и быстрее больше бывать и люди падут в обморок уж а получается ну это если человек вообще со спортом не связано только пришел и без перерыва то фигачит хорошо но есть же вот такое тренировка как циклическая до тренировка то есть где там вообще не успевает восстанавливаться для продвинутого уже я сам так привык заниматься то есть и сколько у тебя между подходами если тоже разбить я делаю так вместе на проработку и на силу когда я делаю на силу чем больше места тем дольше я отдыхаю ну сколько минуты две две минуты и отцена быстрее но относительно больше вас надо а так если какие-то другие лица я могу так вот цикл делать и без остановок практически одну праздник сделаю бросил сразу ну то есть пять там десять секунд до максимума и сколько в цикле упражнений по четыре пять упражнений ну это в принципе немного а повторов делаешь если вот такой цикл если хочешь на рельеф сработать да 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 не меньше 15 повторов итак очень люблю если нужен рельеф делать нужно от 15 до тридцати повторов с минимальным перерыва между да это ты делаешь циклическую тренировку сколько то есть три-четыре упражнения в цикле на таких циклов сколько ты можешь три четыре круга сколько перерыв между то есть цикл прошел и другой цикл и всего две минуты это машина феррари а то есть ты меньше веса стоишь с каждым циклом помещается если носил тот на я понял ну просто я применяю так упражнение да к себе я со своим весом почти некуда уменьшали как ты привык а вещь человек чем-то фишка что он желательно лучше дополнительные нагрузки даже будешь просто со своим весом там добавишь блинчик там или это утяжелитель на руки ты будешь подтягиваться над меня с весом или отжиматься на брусье уже связь конечно же кратко то есть нельзя постоянно заниматься в одном в одном весе да скажем так нужно всегда играться сверху дополнить на тягощение от этого тенджер профессии нет если ты хочешь улучшить себя также можно там целую кучу этих принципов можно предварительное утомление к начинаешь не с базовых упражнений как по книжке написано начинаешь наброс изолирующих упражнений а потом уже идешь базовый делать например ты делаешь бицепс когда ты хотишь сделать тренировку спины ты не хотишь на призвать тренировку сегодня спины да ты начинаешь не сразу там ну как классическая для шириной спины это турник а ты начинаешь сразу бицепса делаешь бицепс а потом начинаешь подтягиваться ты уже выключаешь руки с тренировки спины уже не не может пока сделать как и делал бы наоборот спину как бы предварительного утомления накачаться без железа вот собственным весом что ты скажешь в принципе прям накачаться тоже такое понятие кто шел как накачаться привести себя в хорошую хорошую форму конечно можно и даже без железа будет выглядеть спортивно и чувствовать себя очень хорошо умеетно это можно без железа надо правильное упражнение подобрать начать хотя бы что-то делать если будет много комментариев будут интересна эта тема то отдельно снимем ролик конечно какой твой режим дня вот по планово распиши неинтересно как ведет себя человек в течение дня который уже достиг вот таких высот 5.30 мне подъем делаю процедуры и готовлю завтра и начинаю потихонечку делать зарядку сделал зарядку малышей карандашей школу что включает зарядка что какие упражнения делаешь на шею на грудь вообще весь организм привожу силовое упражнение это растяжка разминка для меня на как разминка со своим весом для кого-то может быть это тренировка для меня это разминка начинаю мышцы шеи рухной клетки пресс и дальше карандаши школу жену на работу сам когда работают тоже на работу много работал в в охране в личке в охране если я уже с этого мой вид спорта кормил мою семью то я бы конечно больше проводил во времени в зале а так как я на работу после работы собираю детки занятий и тренируюсь по-разному бывает что там с 5 до 7 раз по льду попасть там когда я более профессионально у нас получилось не было четкий график обязательно ли химия я не знаю что подразумевают под этим понятием химия ну и ну скажи просто как есть я далек от этой темы просто для зрителей которые волнует такой вопрос ну химия химия все почему-то на этом помешаны что обязательно для того чтобы стать большим огромным нужна химия можно ли достичь каких-то результатов без химии и вообще что под этим подразумевают под этим значением надо разделять соревновательный ребенок и любительская просто более хорошо чувствуется если соревновательный то честно скажу то есть препаратов как любят называть химия там без этих результатов да не добьешься но именно как соревновательный любительского я считаю что не надо прям переходить на химии больше хватает в спортпитах для того чтобы выглядеть хорошо чувствовать себя хорошо и который будет вам помогать восстанавливаться улучшать свои результаты то есть если очень большой и по спортпиту для того чтобы прогрессировать себя чувствовать хорошо при этом все есть спортпит это все разрешено а по химии это уже запрещено можно конечно найти достать все потом сейчас веке интернета постоянно рассказываю скакивает то да реклама тоже отдельный вопрос тоже это надо быть под просмотром врачебным потому что можно доиграться и плохо закончится для этого на к этому подходить серьезно а по соревновательному намного все проще и безопаснее и результаты будет чуть дольше конечно ну они будут весьма мы снова должен разделить соревновательные и любопытные то есть подытожим можно добиться хороших результатов хорошей фигуры конечно стройного тела и рельефных мышц без химии без без закрепления запрещенных до на спортивном и нашим которое не вредно для организма который разрешенная то есть можно можно все ну на одних борщах это понимание за ним просто должны даже стать сильнее как-то улучшится вы даете до определенного момента что вы поймете что он без спортивного никак на этих борщах уже не тянет или вам на сидеть целый день махать ложкой а у вас времени в обрез у вас какие-то еще дела кроме спортивных у него много проще захлопил с собой этот протеин ты можешь выпить его в дом месте и сядешь с садочками постоянно кушать кладу протеин взял батончик тоже протеин сейчас поможет комбезнице а также сама по витаминам у нас вот сейчас сезон данных как сюда осенний сезон и зимний сезон и не хватает витамин и минералов и можно начать таблетированный принимать очень очень неплохо летом конечно лучше переходить на естественные витамины куча фруктов овощей перекушей вот летом витамины не таблетированные не употребляю я вот это в этот период когда осенне-зимний и зимний весенний петель когда нету такого ассортимента витамина если есть какие-то яблоки которые обработаны на парафине на игре там ну уже говорили на скроме бананов и так уж себя как зарядиться по витаминам и нет ассортимента если устал но по графику должна быть тренировка что делать то есть все таки лучше пойти на тренировку или пропустить этот день и восстановиться смотря если у вас по графику должна быть тренировка а вы прям сильно прям встали то конечно пропустить можем огнись насчет сопротивляции у вас появится апатия если вы будете на характере идти дальше у вас случится какие-то травмы но это уже такой правильный внутреннюю руку может если я не пойду внутреннюю руку я буду себя чувствовать не очень хорошо я просто когда прихожу и чувствую какой-то сбой или как яма ну устал к примеру голова болит я убираю рабочие веса я перестаю внутреннюю руку под более легкой но это лучше чем просто посидеть дома но то есть я я правильно понимаю если у тебя все же все таки на году мне тоже не человек должен не давление конечно и и мужу ему сказать приходите сейчас сделаем какие-то люки нет я уже понимает и звоночков что он при тренировать если давление это да но не каждый допустим мерить давление если к примеру голова болит не надо делать если ну просто устал вот устал ну и все но идти на тренировку или посидеть дома все-таки или пойти но сделать с легкими весами пойти сделать с легкими весами просто встал кто же один начинается за звоночком что ты перепланировать не может быть ты устал не на тренировках а там на работе там тяжело или не выспался просто такое состояние сегодня планировал мы что-то принято планируемся ну заранее даже в голове прокручиваем то потом ты проходишь и понимаешь что сегодня на потрате чуть-чуть по другу пошли все чувствуют как-то гнута и ты уже исходя из этого меняешь свой тренировочный процесс и все выбираешь веса например меняешь даже может когда собирался сделать не тяжелую тренировку ног а она энергоемкая то ты они сегодня что-то не тот самый я сделал сегодня руки они меньше по энергоемке не такие энергоемкие ты понимаешь на руки ты сегодня делаешь хорошо а что для тебя важнее результат или сам путь достижения этого результата прям как по японской философии собрали неважно цель на ваш пути ну знаешь если брать соревновательный то конечно мне цель а если вот так вот между я готов я прихожу в зал и все эти заботы такие все все это меркантинная остается за дверями салона улице а ты какой начать другая жизнь и получается я взял даже продумал по тренироваться меня уже очень интересно интересно даже общение это раз я все даже чувство намного лучше я уж как бы не соревнуюсь уже мне как бы уже сам сам процесс интересен цели это есть цели сильно старше маленькие цели маленькие шаги большой как поступить доходишь просто не надо снова останавливаться надо сразу тоже переходить на друг на другом уровне всегда можно улучшаться все он достиг и все это сам человек себя гоняет на определенные рамки все вот эта цель у меня была я уже давным-давно в мастер спорта 12-го года при этом тренируюсь меньше я даже тренируюсь не меньше чем когда соревновался при этом цель соревновательной нечего я чуть попросил топ что я вне режиме когда выступал ну то есть ты занимаешься своим удовольствием для себя для тебя сейчас вот именно не результат важен движение дальше все таки какой-то цели но она есть какая-то данная уже другая цель глобальная очень и у тебя было выработалась привычка вот это вот идти к этой цели вот так просто дальше идешь по накатам я вам скажу спорт налажит но всю вашу жизнь в работе везде вы становитесь более 10 миллион до ищешь и просто есть получать по прямой ну это кстати спортивная фишка не сдается кто объединяет чемпионов вот в твоем понимании что нужно делать чтобы стать чемпионом о чем думаете чтобы стать чемпионом во первых думать позитивно думать о том что раз кто-то смог я смог не хуже кого-то толкать я на само совершенство чемпионы это не только по какому-то виду спорта и все это как по мне это целый даже один такая философия во-первых характер шумки не чем кстати летит и похож к этому тем более ты становишься сильнее легче так скажем духовно и физически короче этот сервис такой долгий поздаваем чемпионом станет стать может каждый кто-то те например когда первый раз попал я даже десятками попал для меня это не стало что все это конец все не наоборот это подсеркнул дальше сделал выводы конечно конечно никогда не не останавливаться не думать что ты хуже ты тоже сможешь раз кто-то смог я смогу не не останавливаться не жалейте даже вот я там этот самый раскис не на каких-то рёд не получилось так больше начинает нерваться значит надо чтобы пересмотреть короче на пролонг своих целей тогда не видеть кого-то в чём-то что тебя что не просит всегда ты отвечаешь сам за себя ты и ты если кто-то смог ты сможешь всегда не забывайте об этом никогда не сдаваться ребят всем кто хочет какого-то результата от этого видео значит есть определенный бонус бонусом является месячная программа тренировок индивидуальная от анатолия то есть человек который потом выбирает в этом конкурсе получит индивидуальную программу тренировок вам нужно будет сделать всего три условия подписаться на канал поставить лайк подписаться на инстаграм анатолия а так все вопросы которые вас интересуют пишите пожалуйста под видео и мы будем следующих программах их стараться освещать всем железного здоровья